Друзья, наконец Саратов, на протяжении 3000 километров я обращаюсь к зрителям, к россиянам с одним призывом. Прекращать молчать, прекращать беспокоиться за свой холодильник, больше думать о гражданских правах и свободах. И о тех примерах, когда правда, она не наказуема. Когда человек, говорящий и честно смотрящий в будущее, не оказывается в тюрьме, а критикует власть, разит врагов, коррупционеров, подлецов, казнокрадов и продолжает это делать изо дня в день, понимая риски, но при этом оставаясь на свободе. Я уверен, что по другую сторону экрана зрители некоторые сейчас сжали кулаки и даже кто-то повизгивает, потому что увидели своего любимца, коммуниста, известного политика, экс-депутата Саратовской городской думы Николая Бондаренко. Приветствую, Николай. Приветствую. Областной дума. Областной? Да. Ну, сначала такой нескромный вопрос. Можно обнять от лица сибиряков как человека, который защищал и защищает наши права и критикует власть? На мой взгляд, один из немногих в России. Ну, сначала такой, если позволите, методичный вопрос. Лично я хочу, чтобы таких людей, как вы, ну, если позволите нескромно, как я, кто осмеливается открывать рот, критиковать власть, было больше, чтобы лидеров становилось больше, лидеров общественного мнения, лидеров оппозиции. Что для этого нужно поменять в голове каждого человека, кто способен формулировать мысли и говорить правду? Слушайте, это процесс объективный, и власть делает гораздо больше, чем каждый из нас может сделать. Своей глупой, недальновидной, жадной политикой они доводят людей до такого отчаяния, что люди не могут больше иметь того счастливого чувства. Я помолчу, я потерплю, я отсижусь, я затяну пояса, там, я не знаю, войду в положение. И это объективный фактор, который хотят они, не хотят, является побочным эффектом политики, которую они проводят. Да, должны быть субъективные причины, субъективные факторы в виде активных, сознательных, прогрессивных людей, которые на своем примере, которые, я не знаю, своей энергией показывают, что это можно, что это доступно. И вот этот процесс не просто критики, но процесс обличения, конструктивной повестки, он должен действительно стать заразительным, чтобы люди увидели, что такая альтернатива есть. Но гораздо важнее, да, за этой критикой, за этим процессом обличения увидеть по-настоящему важный, жизненно важный стержень, да, это конструктивная повестка, вокруг чего будет строиться будущее устройство нашей страны. Какой путь, какой курс может вывести нашу страну из кризиса. Ведь критиковать власть, это дорога, ну такая, со своей спецификой, да, критика ради критики, да, борьба ради борьбы, но сменится фамилия, будет не единая Россия, там, я не знаю, справедливая Россия, что поменяется, да. Будут те же лица или другие лица, да, но с той же природой, с тем же курсом, а мы будем жить тоже обезоруженные, да, ну что мы с них спросим. Они только пришли на 20 лет теперь, да, тем, как вот, предыдущим, да, руководителям, чтобы они типа там что-то реализовали, а мы будем ограблены. Николай, со времен еще Бориса Николаевича у власти было одно вменяемое правило. Нельзя тотально запрещать свободу слова, демократию и критику власти для того, чтобы хотя бы с мест видеть реальную картину. Потому что если все замолчат, если будут только хвалить, если с ними будут только халуйские, то страна покатится в тартарары от того, что, ну, нечего исправлять. Можно будет перешагивать через людей, через проблемы, ходить по лужам, по ямам. А зачем сейчас-то единая Россия встала на курс тотальной цензуры? Нет, я не могу согласиться, чтобы было какое-то негласное правило свободы слова, там, свободы критики, да. Да, в 90-е давление было иное, но давление было очевидно, да, журналистов не запрещали, их убивали. Да, не было там, может быть, каких-то, там, из-за громких уголовных дел, но были очень большие мешки с деньгами, которые перекупали политиков, да, слабых, как говорится, и неуверенных там в своих идеологических ценностях, да, целях, задачах. И этот процесс, он же путь к фашизму, он же не вот так вот кланочка упала, и оп, мы живем в новой стране, он постепенный. Власть имела какой-то лимит прочности, какое-то доверие гражданам, какие-то надежды у общества. И опираясь на вот эти вот идеалистичные вещи, она свой грабительский курс осуществляла, да. Потом обещания оказались лживыми, население разочаровано, и потребовалось дополнительный механизм для придания прочности. То есть, какой механизм? Удавление на свободу слова, давление на политических оппонентов, там, борьба с инакомыслием. Посредством чего? Посредством, ну, например, да, внесения изменений в закон о митингах, да. Сколько этих изменений внесли? Да несколько десятков различных поправок. Когда внесли? В 22-м году? Да нет, на протяжении последних 30 лет. Такая же ситуация с выборным законодательством, как его кромсали, откуда брались эти открепительные удостоверения, эти там, я не знаю, там, сколько грязи было всевозможные выборные, это же тоже на протяжении 30 лет делалось. Свобода слова, да, интернет не было в 90-е годы, а был телевизор. Сложно было давить на свободу слова, когда телевизор был монополией власти на эту информацию. Поэтому появился интернет, появилось желание с ним бороться, блокировать соцсети, блокировать, там, я не знаю, неугодных, потом без решения судов, потом со статусом инагентов каких-то там дополнительных суперштрафов или ярлыков. Власть всегда была против свободы слова. Власть может быть за свободу слова только в одном случае, если власть народная. Если власть представляет интересы большинства, или как минимум это большинство не грабит. Кто-то может сказать, Коль, ну ладно тебе, сейчас ты, вот твое определение там попадает Америка или там Европа. Слушайте, они свои хищные аппетиты устремили на страны третьего мира, на Латинскую Америку, на Африку, на Россию, другие государства экономически отсталые, да, относительно их уровня. И не нужно таким страшным образом залазить в карманы своему населению, что тоже имеет место быть. Но если мы берем страны, там, периферийного капитализма, которые не могут, я не знаю, Канаду или Австралию пограбить, купоны с них постричь, да, единственная возможность от своих налогоплательщиков обирать, какая там свободы слова в принципе может быть, там идет постепенное давление. Оно может быть разное от года в году, но его курс всегда одинаковый. По чуть-чуть, постепенно отбирать права общества. Я как блогер, который критикует власть, часто слышу от хейтеров, что все, что ты делаешь, это болтовня, что все это бессмысленно. Критикуешь власть, критикуешь Единую Россию, ругаешь президента, ругаешь местных мэров, губернаторов. Мэры меняются, губернаторы меняются, один Путин не меняется и ничего не меняется. Как от болтовни перейти к делу? Или болтовня, она тоже имеет значение? Нет, для того, чтобы перейти к делу, нужно решить вопрос политической власти. Покуда вся политическая власть, сосредоточена в руках президента Путина в данном случае и правящие партии Единую Россию, у которых большинство во всех органах власти федеральных в первую очередь, ничего народ сделать не может. У нас нет возможности принимать нужные законы или отклонять погонь, который предлагают они. Поэтому наша задача, как работодателей, как налогоплательщиков, как избирателей, которые нанимают чиновников до самого верха на службу, кстати, за немаленькие деньги, спрашивать с них за работу, которую они сделали плохо. Если Набиулина 300 миллиардов долларов похерила с Силуановым в западных банках, допустила вывод туда средства, их потом арестовали, наша задача, обязанность спросить за эту плохую работу. Если она не подумала, не увидела, не сделала вывода, ее работодатель Путин должен отправить ее в отставку. Если он этого не делает, наша критика уже не только в отношении Набиулина, но и в отношении президента. Потому что его кадровая политика неудовлетворительна. Она нашей стране принесла огромный урон. Поэтому мы должны, это наша обязанность, в этом суть гражданского общества. Что такое заниматься политикой? Это думать о будущем страны. Что такое думать о будущем страны? Это спрашивать за действия власти, которые получили негативный какой-то плохой результат. А нам предлагают, ребят, вы помолчите, ничего не делается, очень удобно. Люди наверху, высоких кожаных креслов, от нас этого хотели бы. Они не справляются с обязанностями, а в ответ никакой критики в их адрес нет. Вот, Николай, вот проезжая по всем городам, так-то уж получается, что я общаюсь с пенсионерами очень часто. Они более слабоохотливы, чем молодежь. И я везде вижу одинаковую картину. Все говорят, у нас пенсия мизерная. 13 тысяч, 14 тысяч. Самое большое, я услышал, 21. Что квартплата ужасная. Доходит там до 13, до 14 тысяч. Ну, там, за трехкомнатную квартиру, за однушку уже 7 тысяч. То есть, я спрашиваю, вы нищие? Ну, да, нищие. А как к Путину относитесь? А хорошо относимся к Путину? А к Единой России тоже хорошо? Почему? Да все вот надеемся. Почему вера в Путина, в Единую Россию, в старшем поколении, вот такая неискоренимая? Нет, она неискоренимая. Она зиждется на монополию, на информацию. 30 лет телевизор господствовал над сознанием людей. И все ошибки и недоработки власти перекидывались на плохую Америку, на замерзающую Европу, на масонов, там, я не знаю, рептилоидов, кого они там обвиняли в этих проблемах. Кто угодно, только не президент. И телевизор, который еще со времен Советского Союза получил очень большое доверие, да, и, к сожалению, мы должны признать, что Советский Союз во многом вырастил авторитарное общество, которое доверяет власти, которое надеется на власть, привыкло там уповать на власть. И власть действительно решала эти вопросы. В современной России это работает уже в другую сторону, а по инерции народ все доверяет. И телевизор, собственно, даже если вы его не смотрели, он все равно формировал общественное мнение. Через ваших коллег, через ваших однокурсников, через бабушек у подъезда, через людей в очередях в магазинах или в поликлиниках. Вы все равно жили в этом информационном фоне. И он воспитал, да, вот эту картину, что власть ни в чем не наводит. Они-то стараются. Ну что он один может сделать? Он же не дают. Он же один ничего не исправит. Бояре плохие, царь хороший. Но мы видим на протяжении последних лет, как телевизор слабеет. И динамика для власти очень страшная. И приведет это неизбежно к тому, что манипулировать общественным сознанием будет невозможно. Николай, вы представитель КПРФ, яркий политик, оппозиционный политик. И по моим собственным ощущениям в России сейчас три, трое коммунистов заслуживают максимального признания авторитета у людей. Грудинин, Латошкин и Бондаренко. И со мной мои зрители часто согласятся. Какой ваш прогноз о политическом будущем коммунистов? Считается, что после Единой России по электоральной поддержке именно КПРФ на втором месте. Соответственно, вам надо выдавливать Единую Россию из этой политической монополии. Как будете бороться? Нет, ну это невозможно. Давайте правильно оценим силы, взвесим и поймем задачи. КПРФ с этой задачей справиться не может. Потому что эта задача стоит не перед КПРФ, а задача стоит перед обществом. Если проиграют коммунисты, проиграют же не только члены партии, проиграют каждый гражданин. Потому что Единая Россия победит. Единая Россия будет свою политику грабительскую, абсолютно страшную, разрушительную политику реализовывать дальше. И если общество это понимает, сплотиться для решения этих задач, должен каждый гражданин сплотиться вокруг кого. А вот здесь, на этом этапе, стратегическую роль будет играть коммунистическая партия, авангард этого процесса. Люди, которые возьмут на себя и ответственность, и предложат четкий план, и обязуются его реализовать под контролем общества, под диктатурой трудящихся. И на этом этапе, пока люди будут отчуждать, отстранять себя от этого процесса, мы и дальше будем жить на коленях. Коммунисты это кто такие? Это же обычные граждане. Это врачи, это учители, а это грузчики с предприятий, или там, я не знаю, продавцы, водители своих организаций. И здесь, ну сколько, 160-180 тысяч членов партии. А задача, которая стоит перед нами, она стоит перед каждым гражданином. То есть 140 миллионов населения России должно сосредоточиться, сконцентрироваться против одного процента самых ужасных, самых мерзких, самых жадных и меркантильных людей. И да, мы ведем эту борьбу, мы обращаемся к обществу, но нужно констатировать, что до 2023 года власть искусно манипулировала общественным сознанием, раскалывала людей, навязывала ложный образ врагов, отвлекала от политики, говорил, что это плохо, что это грязно, что вас там обманут, что там все одинаковые. Хотя политика есть просто попытка решить проблемы страны. Тот, кто не решает проблемы страны, не стремится к этому, он же, ну в древнем Риме таких людей называли идиотами. А у нас сегодня, видите, насколько искаженное понимание, да, что... Мы политикой не интересуемся. Да, мы, говорит, у нас более важные дела. Мы, говорит, заботимся о себе, о семье, не понимая, что если вы не интересуетесь политикой, она займется и вами, и вашими семьями. Спасибо большое, это Николай Бондаренко, экс-депутат Саратовской областной думы. Заметный, яркий оппозиционер, удачи вам. Спасибо, что нашли возможность пообщаться с YouTube-аудиторией нашего YouTube-канала Красньюс, Красньюс Лайф. Всего вам доброго. Спасибо. Борис, 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 борис. Борис, борис, борис. Борис.